Сегодня она посвящена разработке вообще экологических курортов. То есть сегодня мы подошли как бы по-другому к разработке новых курортов по спасению территорий. Почему? Потому что южный берег Крыма, как вы знаете, он перенасыщен и практически там сегодня невозможно не разместить ненормальный курорт. И качество воды для питья, качество воды для купания желает быть лучшим. Но, к счастью, в Крыму, в том же самом Крыму, остались несколько территорий, которые не успели застроиться в силу каких-то определенных событий. Из-за того, что были более интересные территории, это южный берег Крыма, затем Черноморский район, это западное побережье, оно находилось в закрытой зоне. А Ракуатская стрелка, территория Ленинского района, она была не столь привлекательная, это вообще депрессивный район, поэтому этой территорией никто практически не занимался. И благодаря этому эти территории оказались сегодня в состоянии более-менее приличном для того, чтобы там было что-то сделать. Мы с учеными Национального института имени Тараса Шевченко разрабатывали схемы в процессе работы развития стратегии развития туризма и курорта Украины. У нас возникали вопросы и как раз вот стал очень серьезный вопрос по курортам, по новым курортам, каким им нужно быть. И вот в силу, уже на работах, которые были, здесь присутствует голова сельской рады Семисотского сельского совета Александр Васильевич, который практически с 2004 года тоже принимал участие в том, чтобы территорию его сельского совета, куда и относится Рабатская стрелка, можно было бы преобразовать в что-то такое приличное, потому что это действительно очень депрессивный район, население живет очень бедно, и, к сожалению, в 2004 году этот проект был приостановлен. Но науковцы, науковцы Украины занимались этим проектом до настоящего времени, и благодаря вот еще, скажем так, инициативе Дячко Александра Васильевича, это один из предпринимателей, который умудрился создать на этой территории интересный пансионат, уже который сегодня действует, и который борется за сохранение окружающей среды, потому что эта территория Рабатской стрелки, она уникальна. Там более 860 лет не ступала, как говорится, нога человеческой в том плане, что никто ее не забудовывал, то есть никто не застраивал, никто ничего не делал на этой земле, то есть сохранились уникальные виды трав, сохранились птицы и так далее. И сегодня как бы стоит вопрос о том, каким образом можно было бы создать новые курорты, которые смогли то богатство, там и рапа, там и грязи, там и термальные воды, каким образом это все сохранить, использовать и как бы сохранить окружающую среду, не только сохранить, но и ее улучшить. Поэтому мы пошли по пути того, что разработать курорт международно-экологический, с новыми технологиями, чтобы он был с какой-то такой изюминкой, которая бы привлекла внимание с этих сторон, и чтобы этот курорт находился, скажем, на самообеспечении, то есть чтобы это были абсолютно экологические и самообеспечивающиеся какие-то технологии, то есть новые технологии. И вот доктор Кох, который здесь как раз находится на связи, там вчера был у нас семинар, он рассказывает о том, что, и там есть материалы, о том, что эта технология позволяет на пустом месте, в совершенном пустом месте, без электричества, без воды, без ничего, перерабатывая мусор или, значит, отходы производства, превратить в дизель, превратить в электроэнергию, превратить в воду, значит, в пепел, который можно использовать в строительных материалах и в дорогах. И практически за счет этого курорт может существовать. И второе предложение, с которым выступает Тарлан Меркадыров, это создание института иммунологии, который позволит, практически позволит людям, больным, либо имеющимся очень низкой, низкий уровень иммунитета, либо перенесших большие там какие-то сложные операции, или заболевших в начальной стадии рака или СПИДа, за счет использования икры, то есть на основе практически восполнить свое здоровье. То есть это будет та изюминка, которая привлечет сегодня отдыхающих европейских, которые могли бы стать именно покупателями, грубо говоря. То есть мы должны создать доброжелательный рынок, то есть мы должны быть конкурентоспособны на рынке туристическом. И вот это как раз и является той основой, которую мы положили.